Это было в тридцать третьем году. Пошли, гранди сюда. Кирпич давай! Сейчас, сейчас. Ну жаль. Аккуратно. Подавай быстрей. Быстрей подавай. Слушай, а ты проверишь. Смотри, немножко кривая. Вот, вот, вот. На меня, на меня. Вот сюда. Ну, кирпич. Аккуратно. Аккуратно. Кирпич подложи. Да я уже подкладывал. Ребята, басмачей привели. А правда. Наконец-то с ними покончили. Покупили. Давляд. Стой. Стой. Куда пошел? Осторожно. Назад. Назад. Отойди, отойди. Я ни в чем не виноват, Наим. Давляд. Передай Гульшан. Передай ей. Скажи, что я ни в чем не виноват. Держись, Давляд. Вернись. Здравствуйте. Здравствуйте, Наим. Проходи, пожалуйста. А, Наим Джон. Здравствуй. Здравствуй. Ну, проходи. Сейчас я видел Давлята. Как Давлята? Он был среди пленных босмачей. Не может быть. Я видел это своими глазами. Ему надо обязательно помочь, Хайдар. Мы должны помочь. А ты помолчи. Раз его арестовали вместе с босмачами, значит, он связан с ними. Ты, Наим, можешь меня назвать еще раз предателем или как тебе будет угодно. Но если бы на месте Давлята оказался ты, мой отец или брат, я первый бы потребовал наказание за такое малодушие. Ну, лучше смерть, чем такой позор. Но мы же знаем Давлята. Значит, я в тебе не ошибся. Ты просто боишься потерять свой портфель. Наим. Наим. Быстро ты все забыл, Хайдар. Ничего я не боюсь. Я знаю только одно. Если он не виноват, его давно бы отпустили. Странно ты рассуждаешь. А как вы рассуждаете? Раз он наш друг, раз его забрали насильно, раз он не ударил наима камнем, значит, он не виноват. Значит, все в порядке. А как же еще рассуждать? Давлят не может быть преступником. А где же он был все это время? Мы должны все выяснить. Рассказать, какой он человек. Если надо, поручиться за него. Поручиться? Легко сказать, поручиться за босмача. За друга. Я уверена, что Давлят не виновен. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Николай Лаврентьевич дома? Он скоро придет, заходите, пожалуйста. Ничего, я здесь подожду. Да что вы думаете, такой дождь, заходите. И вообще, что с вами происходит в последнее время? К нам вы не заходите, и на рабфаке вы тоже не бываете. Я дома занимаюсь. Вы действительно чудак. Или вам, может быть, не нравится учительница? Вы хороший учительница. Ну, пожалуйста. Но у меня время. Проходите, мы там разберемся. Заходите, заходите. Девушка, будете добры? 2.15. Коля? Коль, ты скоро придешь? Не знаю. Ты извини, Оленька, но мне придется задержаться. К отъезду нужно подготовить срочную документацию. Придется, наверное, ночью посидеть. Понимаешь, к нам пришел Наим. У него очень серьезный разговор к тебе. Может быть, это можно перенести, когда я вернусь? Нет, понимаешь, нельзя. Наим мне все рассказал. Дело очень важное. Откладывать нельзя. Тем более, ведь ты и завтра уезжаешь. И опять, как всегда, задержишься. Поэтому надо... Может быть, но приехать я сейчас никак не могу. Ну, тогда мы придем к тебе. На улице такое дождь, Оля. Ну, все, мы скоро будем у тебя. Так, мы сейчас же идем к Николаю Лаврентьевичу. Ну, дождь идет. Здрасте, вы туда же. Пошли. И что это за нашествие? Сизов звонил, Хайдар Исмаилов заходил, а теперь вы. И все за басмача просите. Он не басмач. Его по ошибке забрали. Не горячитесь, Мухтаров. Дело Рахимова гораздо сложнее, чем вам кажется. Правда, в нем есть много неясного. Вот как раз вы, может, и поможете распутать все до конца. Это очень хорошо, что вы пришли. Я дам указание разобраться в деле Рахимова еще раз. Спасибо. Ну вот, Рахимов, вышло указание еще раз проверить твое дело. Хорошие люди за тебя хлопочут. Спасибо. Кури. Нет, спасибо, я не курю. Так ты, оказывается, из Чорсанга? Да. А я из Алмачи, ваш сосед. Всех твоих друзей хорошо знаю. Наима, Хайдара, его жену Бульшан. Всех знаю. Хорошие люди. Какую жену? Какую жену? Хайдара жену. Она тоже из Чорсанга. Ты что, не знаешь ее? Она убежала из Чорсанга и вышла замуж за Хайдара. Дочь у них растет. Пошла учиться, настоящим человеком стала. И Хайдар большим человеком стал. Наим учится. А тебе хлопочут. Просят разобраться в твоем деле. А чего в нем разбираться-то? Чего? Пишите. Я Басмач. Я служил большому Максуму. Если б ты тогда повел себя иначе, этот старик-провокатор был бы разоблачен. И тебя бы выпустили. Я всю жизнь ненавидел Хайдара. Чем дальше уходили годы, тем сильнее становилась моя ненависть к нему. Я не мог ничего забыть. Ты сочинил его образ. Хайдар настоящий человек. Он всегда бросался туда, где было труднее всего. У него свои принципы. И он не отступает от них, даже ради дружбы. Я много раз испытал это на собственной шкуре. Я помню, работали мы на канале. Опять, наверное, сегодня не будем работать. Если сегодня работать не будем, то через недельку придется зубы на полку класть. Чего молчишь, бригадир? Немного дождь утихнет, начнем. Ну и правильно. А то новый начальник с нашу шкуру спустит. Говорят, он в этом деле большой мастер. Откуда он взялся? А черт знает, откуда он взялся. КОНЕЦ КОНЕЦ Подождите, я помогу. А ну к дяде. Давай-давай, работай, дядя. Что смотрит? Работай. Привет, Хайта. Успеете, успеете еще. Давай-давай, помогай. Пошла. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте. Вот, познакомьтесь, ваш новый начальник, Хайдар Исмайлович Исмайлов. Прошу любить и жаловать. Поздравляю, Хайдар. Ну, как оно? Ничего. Ну, Исмайлович, приступай. Поздравляю, Хайдар. Поздравляю, Хайдар. Поздравляю, Хайдар. Поздравляю, Хайдар. Поздравляю, Хайдар. Поздравляю. Поздравляю, Хайдар. 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 Работаю, Хайдар. Поздравляю, Хайдар. Смотрите, товарищ начальник, что сделал со мной этот хулиган. Садитесь. Спасибо. Он чуть не убил меня. Успокойтесь, я все понял. Я думаю, ты должен прежде всего извиниться перед Равирем Хасановичем. А остальное решим потом. Не буду я перед этим жуликом извиняться. Ну, вот видите, он даже здесь оскорбляет меня. Садитесь. Спасибо. Я отстраняю Мухтарова от должности бригадира. Завтра подпишу приказ. Вот так. Спасибо. Можно мне идти? Идите. Благодарю вас. Подожди. Ты, кажется, ничего не понял. Я не потерплю настройки анархии и самосуда. Я не допущу тебя к работе до тех пор, пока ты не извинишься. И не подумаю. Ты как будто глухой. Все говорят об этом жулики, а ты слушать не хочешь. Между прочим, я слышу впервые, но это не имеет значения. Я уже не могу отменить свое решение. Сначала ты должен попросить извинения, а потом разберемся в остальном. До свидания. Ты зачем пришел? Чтобы забрать тебя. Гульшан говорит, что тебе нужен домашний уход. Не пойду я к вам. Все сердишься из-за этого типа. Так я его давно выгнал. Он оказался действительно жуликом. Дело не в этом. А как бы ты поступил на моем месте? Я никогда не буду на твоем месте. Как тебя понимать? Как хочешь. Ну да, тебе легко говорить. Ты работаешь где хочешь. И ведешь себя как хочешь. Закончил школу, учишься на рабфаке. Да, учусь. И между прочим, собираюсь учиться дальше. Ну и хорошо делаешь. А я делаю то, что от меня требуют. Кинофикация, заводы, каналы. Хайдар, он же болен. Ну и что? Я не дипломат. Я ему все скажу. Знаешь что, Наим? Ты анархист. Никак не научишься подавлять свои страстишки. Ну ладно, едем сейчас к нам. Давай, собирайся. Я всегда задирался первым. И не было случая, чтобы Хайдар не пришел мне на помощь. Сначала мы работали на канале. А потом фронт. И почти всю войну мы не виделись. В 44-м Хайдара тяжело ранили. И он вернулся домой. Работал директором завода. Потом его выбрали председателем обл. сполкома. А я вернулся из Ленинграда и начал строить свою ГЭС. В 50-м году случилось наводнение. Хайдар бросился в ледяную воду. Спасать детей. И сильно простудился. Еле выходили. А ноги до сих пор не годятся. Да. Странно. Что странно? Да так, ничего. А почему ты не приехал с женой? Я не женат. Ты что, совсем не женился? Понимаешь, после всего, что со мной произошло, трудно было поверить во что-нибудь хорошее. Да, я тоже это пережил. Но рядом со мной был Сизов. Он всегда говорил, пока веришь в людей, в жизнь, все будет хорошо. Извини, давляд. Я должен позвонить одному человеку. Ну что ж, позвони. Доставлен вчера вечером в крайне тяжелом состоянии. Фальпируется напряженный пузырь, боли в правом боку. Очевидно, нужна операция. Извините. Да-да, это я. Здравствуй, Нейм. Все эти годы он сжигал себя ненависти к Хайдару. Ты-то должна понимать эту болезнь лучше меня. Понимаю. Понимаю. Сейчас я не могу. Буду через час обязательно. Да. Да. Извините, пожалуйста. Я понимаю, что моя любовь к Ольге это преступление. И все равно не мог ее забыть. И чтобы не встречаться с ней, я уехал на канал. Увлекся работой и думал, что все прошло. Но когда я заболел и слег в больницу, сжигал не был. Что там делать? Асálом алейкум. Здравствуйте. Проходите, друзья. Вот где ты. Ай-я-я-я. Ой, как похудел. Посмотри-ка. Ну-ка, вот на тебе лепешки. Это потому, что ты неженатый. Да, неженатый. Да, неженатый. Да, неженатый. Да, неженатый. Да, неженатый. Да подожди ты, когда я говорю. Вот, например, Майрам. Вот ее муж болел, как звать его? Ради лепешку. Карим Джон. Так вот, когда он заболел, они все время были. Да, я его боюсь. Ну что ты, дома не могла его накормить? Подожди, подожди. Вот, когда он заболел, Марьян два месяца из больницы не ходила. Два месяца? Подожди, подожди, дай мне, говорит, подожди. Ты видишь? А ты все один да один. Жениться тебе надо, Карим Джон. Жениться надо, жениться. Мы же тебе невесту отыскали. Да. Красивая. Красивая. Красивая, дорогой мой неженатый. Красивая. Не надо мне никакой невесты, Марьян Джон. Как не надо? Как не надо? Слушай, да правильно говорили. Надо жениться. Подожди. Как это не нужно? Мы за этим и приехали в Душанбэ? Да, да, да. Ты уже от двоих отказался? А. Хотя бы постыдился бы. Да, конечно. Пока ты не дашь согласие, мы отсюда никуда не уйдем. Ну, хватит. Как это, Марьян? Куда не уйду? Хватит, вступайте домой. Как ты можешь, Карим Джон? Доктор Джон. Доктор Джон, ты сама скажи. Доктор Джон. Подожди, подожди. Скажи ему. Скажи, если он не женится, он умрет. 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 Смотри, какой он больной. Худой. Знаешь, что, доктор Джон, мы в кишлаке две невесты и приготовили ему. Такие красивые. Помолчите. Идите домой. Как домой? Дети, идемте. Ну, чего ты так разволновался, Наим? Они же от чистого сердца. А почему бы тебе в самом деле не жениться? Не надо говорить об этом. А почему? Тебя нужно немедленно забрать из больницы. Тебя нужна домашняя обстановка. Вот Николай Лавренч просит тебя об этом. Я тоже прошу. Поедем, Наим. А? Поедем? Уходите. Что с вами, Наим? Просто я не могу вас видеть. Не хочу и все. Вскоре началась война. И нас всех разбросало кого куда. А в 46-м я поехал в Ленинград. Поступать в институт. Поехали. 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 КОНЕЦ Скажите, здесь квартира 34? Вам придется подняться выше. Спасибо. Пожалуйста. СИЗО вы здесь живут? Николай Лавренович погиб на фронте. Погиб? А Ольга Васильевна дома. Проходите, пожалуйста. Последняя дверь направо. Спасибо. Найдите. Здравствуйте, Ольга Васильевна. Здравствуйте. Заходите. Спасибо. Сбросьте с кресла вещи и садитесь. Вы не больны, Ольга Васильевна? Я? Нет, я здорова. Вы надолго в Ленинград? Не знаю. Хочу поступить в институт. А где вы остановились? Пока нигде. Я приехал только утром. Попробую поискать место в гостинице. В гостинице. Вы знаете, я скоро ухожу на сутки. Вы можете остаться переночевать здесь. Да нет, что вы, спасибо. Но нас с гостиницами очень трудно, а я приду только вечером. Пожалуйста, оставайтесь. Мне скоро нужно идти. Вы отвернитесь, пожалуйста. Я только переоденусь. Интересно, Ольга Васильевна, где вы работаете? Это совсем неинтересно. Служу. Мне нечем вас угостить. У меня никто не бывает, а для себя я не готовлю. Как же вы живете, Оля? Не знаю, наверное, по инерции. Оля, я только что узнал, что Николай Лавенчич погиб. А ваши родные... Никто не пережил блокаду. И не хочу об этом говорить. Простите меня, Наим. Когда будете уходить, двери не закрывайте. Я без ключа обхожусь. Я провожу вас. Не надо. До свидания. Это была другая Ольга. Ольга, сломленная гибелью Сизова, и всем, что отняла у нее война. Возродить в ней веру в жизнь было очень трудно. И, в частности, heartiest. Субтитры создавал DimaTorzok Ольга старалась реже встречаться со мной. Наверное, потому что я ей напоминал все, что осталось в той довоенной жизни. Я старался быть ненавязчивым. В конце концов, она, Ольга, должна была решить все сама. Субтитры создавал DimaTorzok Я полюбил Ольгу как бы заново. Только на этот раз еще сильнее. Она очень медленно возвращалась к жизни. И мы почти не говорили о любви. Она открывала мне прекрасный мир искусства, театров, музеев. Я до сих пор не знаю, полюбила она меня по-настоящему или вышла замуж из благодарности. Но все равно я счастлив. А вот и наша Гульшан. Ну? Ну? Здравствуй, давляд. Здравствуй, Гульшан. Ты не считаешь себя виноватой в моей судьбе? Видишь ли, давляд, мне кажется, винить своих бедных в бедах кого-то ты не имеешь права, ты сам во многом виноват. Я много думала, сомневалась. Когда человек сомневается в чем-то, значит, он не уверен в своей правоте. Я тоже думала так, но жизнь научила меня понимать вещи глубже. И ты боишься, что я не пойму твоей глубины. Не обижайся, давляд. Я очень хочу, чтобы ты меня понял. Это важно для нас обоих. Я постараюсь, Гульшан. Твой-то опять пришел. Да ты что, Маша? Он просто мой друг. Друг. От того-то он и приклеился к нашей больнице. Честная комсомольская, между нами ничего нет. Просто он провожает меня домой. У тебя все просто. Мне-то что? Честная комсомольская, я не вру. Ну ладно, твоя смена кончилась. Можешь бежать к своему другу. Только на курсы не опаздывай. А то все гуляют. А я одна, отвечай. Садись. Снимай галоши. Снимай. Зачем? Что ты хочешь? Что ты сделал? В чем же я буду ходить? Что ты сделал? А ты握 glide. Не беспокойся. Носи. Ты с ума сошел? Они же очень дорогие. А у меня нет таких денег. А получка нескорая. Ну что ты беспокоишься о деньгах? Они не очень дорогие. Сам в рваной рубашке ходишь, а чужим вещи покупаешь. Чужим? Мне сойдет. А вот девушкам в таких галошах ходить нехорошо. Спасибо. Маша. Маша. Ты спишь? Нет. Машенька, у тебя деньги есть? Нет. А тебе зачем? Слушай. Хайдар? Хайдар не туфли купил, дорогие, новые, а денег отдать ему у меня нет. Дура-то, дура-то гульжан. Он же любит тебя. А ты деньги. Что ты, Маша? Ты не знаешь Хайдара. Он никогда не нарушит дружбы. А при чем тут дружба? Ой, ты не поймешь. Да почему же я не пойму? Да ты что думаешь, я не вижу, как вы сохнете друг подружке? И про земляка думаешь, я так тебе и поверила? Нам нельзя по-другому. У нас права нет. Да что, ты с ума сошла? Вы что, в старое время живете, чтобы у кого-то право искать? А что случилось? Большан сгорел. Примус взорвался. Подождите! Подождите! Хайдар, ты куда бежишь? Хайдар, ты куда бежишь? Папа. Даже после того, как мы окончательно поняли, что не можем жить друг без друга, мы еще долго не решались. А потом нам сказали, что тебя убили бы с мочи. А им поехал Чурсанг и тоже исчез. Ну, а когда он вернулся... А как же давлят? Ты знаешь, Неймжон, столько времени прошло. Потом нам сообщили, что его убили бы с мочи. Предатель. Ты что, Неймжон, ты садись, я все расскажу тебе. Мы, оба вы сволочи. Выпей чай, Хайдар. Ты во всем виновата. Все из-за тебя. Ну, что это за хулиганство? Завтра в семь часов на работу, а этот идиот всю ночь кидается. Я в милицию заявлю. Замолчи ты, Надька, надоело. Гуршанг, да выйдешь ты к нему, наконец. Он же муж твой, ты ломаешься. Ведь любишь же ты его. Хайдар. Хайдар. Пойдем домой. Мы получили новую квартиру. Вскоре у нас родилась дочь. Нам дали новую комнату. Я бросила работать и учиться. Стала домашней хозяйкой. Это была большая ошибка. Но я-то поняла слишком поздно. Кажется, приехали. Спасибо. Наконец-то. Вот и мой дом. Спасибо. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Ты знаешь, Гуршан, мы 10 часов тряслись по горам. Может быть, вы нас сначала познакомите? Виноват. Это моя жена, Гуршан. Очень приятно. А дочку вы видели. Она гуляет. Да, видела. А это кинорежиссер. Таджик кино. Приехала к нам из Киева. Инга Яновна. Остается добавить. Родилась в Риге, училась в Москве. Ну, не будем так официально. Зовите меня просто Ингой. А в остальном ваш муж прав. Я действительно умираю от голода. Плов уже давно готов. Я ждала Хайдара. Да. Чего только в кино не бывает. Вот мы на Полтавщине сделали киноочерк об одном передовом председателе колхоза. Приходит он в зал. Увидал себя на экране. Да как закричит на весь зал. Дарья, так это ж я. Это ж я. А все-таки киноустановку в Ханака нужно обязательно снять, Инга Яновна. Я прошу вас. Какой вы ненасытный, Хайдар Исмаилович. Разве дело в количестве снятых киноустановок? Я ведь снимаю не хронику, а лирическую новеллу о трудной профессии кинофикаторов. Может взять лучше одного кинофикатора и показать, как он пробирается сквозь дождь, снег со своей кинопередвижкой по страшным дорогам. Ну взять хотя бы вас. Нет, нет, только не меня, ради бога. Только не меня. Ну это ж мое дело. Ну если потребуется, я отобьюсь, чтобы вас заставили сниматься, Хайдар Исмаилович. Я не хочу вмешиваться в ваши планы, Инга Яновна, но мне кажется, вы должны нам помочь. Ой. Извините. Ульшан, сделай так, чтобы был чай. Быстро. Хорошо, Хайдар. Ну а если вы будете снимать только страшные условия, то нам трудно будет найти себе нужных людей. Да нет, я не об этом. Вы должны помочь нам привлечь людей в кинофикацию. Люди и так плохо идут к нам. Вы знаете, бесконечные командировки, работа до поздней ночи. А если вы будете снимать только пургу, пропасти, к нам вообще никто не пойдет. Ну бывает же и хорошая погода. Да. Но искусство имеет свою специфику. Только через трудности можно раскрыть характер человека. Вот я, если начну вас снимать в кабинете, как вы подписываете бумаги, говорите по телефону. Вы же знаете, что я не сижу в кабинете. Ага, ну, положим, сидите, но это не самая главная ваша работа. Помотайте, если вы хотите. Спасибо. 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 . Спасибо. . Гульшан. Я знала, что вы поймете. Извозчик, подождите. Я сейчас. Пойдем, Хайдар. Ничего страшного. Людям же надо помочь. Гульшан, спасибо. Пойдем. Хайдар! Только допоздна не задерживайся. Держивайся. Спасибо. Вы. Еслиите, затем пройдет Birg須. Ты же знаешь, я работал. Знаю. Мне до трех же ночи. Да. Засиделись. Заговорились. Ты ее любишь? Не знаю. Я не хочу так. Я уеду. Никуда ты не поедешь. Нет, Хайдар. Я уже решила. Я не могу так. Я загружу. Я не могу так. Я не могу так. Я не могу так. Продолжение следует... 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 Давайте поужинаем и поедем в Чурсанг. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон»